привет друзья сегодня у нас будет праздничный стол из красной рыбы первым делом отрежем голову хвост планики и отправим их вывариваться на финскую шикарная чистая семка обязательно удалить жабры подготовим овощи для бульяна закладываем рыбу воду дождемся пока картофель полностью сварится он нам потребуется отдельно разделаем рыбу на филе часть оставим на засолку часть на шашлык а часть пойдет в суп шикарный кусок для засолки просто красота теперь приготовим рыбу для шашлыка и для супа приготовим тартар это уже можно бульон для суп нам нужно резать рыбу кубиком адрес лака куски можно резать крупнее и оставить их на коже пойдем закинем остатки бульон на столе красота рыбу для суп пока убрали в холодильник а сами переходим в дальнейшей мариновки подготовки наших вкусностей первым делом приготовим тартар чтобы он постоял минутки две тогда его можно есть мелко нарежем зеленый лук сок от каперсов но сами каперсы немного порубить это даже немного красного лука много лимонного сока и порежем авокадо при нам добавляем соевый соус оливковое масло и чайную ложку горчица и все хорошенько перемешать к маринаду отправляем рыбу и авокадо кайф теперь можно продолжать работать а еще один кусочек мы засолим потом на завтраке покажу простой маринад немного укропа прямо на рыбу и на это количество две ложки соли и одна ложка сахарного песка немного сбрызнуть крепким алкоголем мне нравится использовать джин сегодня у меня самогонка от мурата виноградом пахнет буквально несколько капелек если кому нравится можно добавить черного молотого перца мне нравится вкус понежнее затягиваем пленку выбираем в холодильник оставляем на одну ночь на 12 часов на следующий день промыть сполоснуть обсушить и можно подавать к столу для запекания или жарки маринад еще проще немного посолить свежемолотый перец немного сюда и немного их запеченной рыбе мне нравится добавить нотки хвойности добавлю немного розмарина немного порвать чтобы дал больше аромата и сбрызнуть оливковое масло а к шашлыку добавить буквально капельку лимонного сока делаю это именно до начала приготовления чтобы мясо от сока под собралось было более плотно мы лучше насаживалась и держалась на шампурах а нам нужно немножко подождать и продолжим приготовление тандыр разогревается угли догорают а бульон уже на максимальной стадии готовности отправляемся к нему чтобы перейти к финальной части приготовления аккуратно выбираем из бульона все овощи кости за исключением картофель так чтобы не потерять волшебный бульон на картофель в отдельную миску конечно для любителей поковыряться в косточках ни в коем случае не выбрасывайте рыбу если вы ее переберете вы наберете еще примерно 500 грамм отменной разваренной красной рыбы а нам потребуется только картофель сам же бульон нам нужны идеально процедить для этого я буду использовать сито и марлю великолепно возвращаем бульон на огонь даем казану нагреться и начать кипеть в этот же момент добавляем лавровый лист перец горошком и немного посоли потом в конце будем доводить до вкуса из картофеля который варился у нас бульоне мы сделаем замечательную заправку для бархатистого шелковистого вкуса и структуры нашего супа нам его нужно размять полкушкой делается это однако очень легко сюда добавим 50 грамм сливочного масла немного соли хорошенько разомнем и это уже можно было бы назвать идеальным рыбным картофельным пюре но нет мы добавляем туда жирные сливки несколько этапов каждый раз хорошенько перемешиваем шикарная заправка которая загустеет бульоне и придаст ему консистенцию крем-супа также для того чтобы было пожевать у нас есть кубики рыбы и нам нужно нарезать еще кубики свежего картофеля и закидываем бульон как раз закипел через 10-15 минут как картофель будет на полу готовности мы сможем ввести сливки а также в качестве финальной заправки нам потребуется большое количество укропа его нужно мелко пробить отрезаем ноги и подготовим наши рыбы которая будет запекаться в тандыре к тому же она отлично промариновалась берем с ним лишнюю травку и на камень с пергаментом фольгой выложим подушку на который будет запекаться наш рыб а для того чтобы вкус был максимально ярким и насыщенным мы ее еще немного подкоптим поэтому в тандыр я добавляю щепу открываю все заслонки чтобы тяга была максимальная и началось активное копчение что мы сейчас уже и видим и в таком состоянии наша рыбка будет запекаться примерно 20 минут этого ей будет вполне достаточно а мы пока насаживаем рыбу для шелков рыбку нас полностью промариновалась а мы возвращаемся к нашему супу картофель на полу готовности посмотрите какой прекрасный мы добавляем сюда заправку из сливок рыбу ждем две минуты добавляем укроп закрываем крышкой и оставляем постоять минут десять-пятнадцать для того чтобы настоялся за это время как раз пожарим шашлык и подойдем все блюда к столу забрасываем укроп закрываем крышкой и даем настояться 5 10 минут друзья спасибо за вашу поддержку за ваши лайки комментарии и за то что делится нашими рецептами со своими друзьями такой праздничный стол из рыбы у нас сегодня получился давайте скорее попробуем смотреть какой шашлык ну и конечно ухо а а а